Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм. Как вы поняли, что у нас будет новое видео, оно будет больше, наверное, разговорное, но очень интересное. В этом видео я вам расскажу, как я потерял свои фулбат номера, которые я недавно купил. Я просто их просрал, кому я их просрал, как я их просрал, где они вообще, у кого они, что я делаю. Сегодня я вам это все расскажу. Поэтому просто возьмите, поставьте лайк, я об вас больше ничего не прошу. Просто давайте постараемся на это видео, набрать очень много лайков. Давайте вот 300 лайков, и я буду записывать дальше видосики по Амазингу, потому что на предыдущем ролике вы показали плохую активность. Я вот думаю, блин, стоит ли вообще дальше снимать Амазинг? Поэтому просто покажите активность, чтобы я понял, нужно снимать Амазинг, не нужно. Возможно, вам надоело то, что я снимаю Амазинг, возможно, я вам надоел. Поэтому может взять какой-то перерыв и не снимать просто Амазинг, передохнуть, так сказать, и с новыми силами потом начать снимать какую-то рубрику. Короче, просто покажите активность, либо напишите там какие-то интересные комментарии. Сегодня я вам расскажу о том, как я все-таки потерял свои номера. Многие уже об этом знают, но сегодня я вам это все подробно покажу и расскажу, потому что я этот момент записывал, как я потерял эти номера. Сейчас я вам предлагаю посмотреть вообще, как это все происходило, потому что, как я говорил, у меня есть видеозапись того, как должно это все было быть. Я, получается, записывал видос, и все это происходило на видосе, как я потерял эти номера. И сейчас я вам предлагаю посмотреть этот отрывок, и потом я уже вам все подробно расскажу, объясню. Итак, поцелуи, я купил себе, получается, Maybach на стриме, вот этот Maybach. Угостка у меня 10 миллионов, здесь есть все, кроме нитро и аудиосистемы. Ну и гидравлики здесь нету. Сейчас я, получается, хочу слить в хвост BMW 3R38 и номера 3R38 поставить на эту машину, каким образом у меня есть в призах, короче, номера. В призах есть номера, вот, получается, номера на ТС. И я просто номера переставлю, то есть они у меня будут даже не покрашены. Покраску, возможно, я потом себе куплю. Пока что она мне не нужна, эта покраска. Сейчас быстренько едем до шахты, сливаем ее в гос, и потом будем ловить номера на Maybach. Будем их ставить на Maybach, потому что на другую машину я ставить не буду. Я продал еще 3А-3 нуля номера, потому что мне нужно место. Просто у меня, получается, сколько сейчас мест? А, у меня места сейчас вообще нету. Сейчас, получается, я Бэху продам, номера построю на Maybach, и потом у меня будет место, чтобы забрать свой Чирон. И все, и все будет заебись, в принципе. Почему Maybach именно, пацаны, я не знаю. Просто я думал, и пацаны мне на стриме предложили купить Maybach. Типа на нем номера будут охуенно смотреться, и я подумал, почему бы и нет. Поэтому я нашел продавца, купил у него Maybach за 10 лямов. Как бы это недорого, потому что если брать его с салона, я бы на тюнинг потратил бы, наверное, еще лям, или 2 ляма на тюнинг потратил бы. Чтобы чип поставить там туда-сюда. А так я за 10 купил уже тюнингованный. Поэтому сейчас, я думаю, все будет заебись. Все, пацаны, сейчас будем продавать. Короче, селкар, продать на металл. Так, 3 миллиона 825 тысяч, в принципе, нормально. Так, продать. Все, теперь, пацаны, релогаемся. Перед подключением. Главное, чтобы, сука, их никто не словил. Бля, если сейчас Глеб словит номера, я его реально урою просто. Этого Глеба, блядь. Так, надо сейчас быстро заходить и ловить номера, блядь. Потому что, если их словят, я просто охуею. Надо быстренько выбегать, сейчас на Maybach их ставить. Потому что, если кто-то другой словит, я, блядь, просто охуею. Бля, Глеб, если ты сейчас, сука, реально из-за тебя номера я проебу, я просто его урою, серьезно. Я просто Глеба урою. Так, приз. Вы хотите забрать? Да. Так, давайте, 3р. 8, 8, 8. Р, р. Ебать ты, долбоеб, сука. Ебать, Глеб, просто дебил ебаный. Просто ебаный долбоеб, маленький, сука. Спасибо, спасибо, Глеб. Ты, долбоеб. Вот, вы увидели тот самый отрывок, который я, как бы, снимал, чтобы снять видосик про то, как я переоставляю номера. Но, к сожалению, что-то пошло не так. А что именно, вы, в принципе, я думаю, видели. Давайте я теперь объясню, чтобы вы там ни на кого не гнали. Ни на Глеба, там, возможно, на меня. Короче, я считаю то, что виноваты мы с Глебом оба. Но виноват, конечно, больше он, потому что я его просил, не нужно так делать. Он хотел просто пошутить. Понимаете, был стрим, получается, и я себе купил там Майбах за 10 миллионов. И после стрима, я думаю, сейчас сниму номера, короче, переставлю на другую машину. И в это время я сидел в Дискорде, получается, с Димой и Глебом. И Глеб сидел у меня в машине в игре. И мы с ними сидели в Дискорде. Я им говорю, давайте, пацаны, я выключаю микрофон, потому что я сейчас буду видос снимать, переставлять номера на другую машину. Я стою, получается, на заправке, заправляюсь, начинаю записывать видео. И Глеб просто пишет в чат семьи, то, что ловите номера 3R38. Якобы он так пошутил. Он действительно решил так пошутить. Он не специально это сделал, как бы, он не хотел, чтобы я потерял свои номера. Он просто решил так пошутить. Я его за это, конечно же, наругал. Очень сильно говорю, блин, ну не делай так, как бы, по-любому номера кто-то словит. Он мне сказал, хорошо, я больше так не буду. И потом, как вы видели, мы поехали на шахту, где я уже продал машину, начинаю перезаходить. И Глеб пишет в чат семьи, ловите номера. Я перезахожу, сажусь в Майбах, пытаюсь поставить номера, и мне пишет то, что номера заняты. Я такой думаю, пиздец, просто. Я сначала не поверил то, что они заняты, я подумал то, что, возможно, это какой-то бах. Я решил перезайти в игру, еще раз, перезахожу, нихера. Пытаюсь поставить номера, все равно пишет, что они заняты. Я подумал, возможно, на дорогую машину нельзя номера поставить. Я купил себе специально девятку, и пытался потом поставить на нее номера. Потому что я надеялся на то, что никто их не словил. И Глеб был уверен, что вот их никто не словит. Но я Глеба предупреждал, что не делай так, их по-любому кто-то может словить, в любом случае. Теперь давайте я вам расскажу, кто словил вообще мои номера. Их словил один игрок, который является как бы не бедным. У него есть там 300 миллионов, по-моему. У него есть очень интересные номера. Какие именно, я не помню, там какие-то воры у него есть. Короче, пацан при бабках. У него есть деньги, у него есть хорошие машины на классных фуллбат номерах. И вот этот человек словил мои номера. Я не знаю, кто ему слил инфу, потому что данный игрок никогда не состоял в нашей семье. То есть ему кто-то из семьи сказал, что эти номера будут переставляться, либо слетать. И он, получается, их просто взял и словил. И потом начал их продавать. В свободной группе я ему написал ВКонтакте, на что он мне ответил. Вы как бы видите скриншот на экране. Я ему написал, зачем ты стоил мои номера. Я сразу понял то, что он эти мне номера не отдаст. Я ему даже об этом написал. Я ему написал то, что я понимаю, что ты их не вернешь мне. Давай я тебе предложу обмен. Я ему предложил обмен 3С3-4, который у меня стоит на GTR. Обмен на 3С3-8. На что он не ответил. Я подумаю. Я ему отвечаю то, что, блин, чувак, ты и так в большом плюсе. Возьми просто поменяйся со мной. Ты в любом случае хорошо заработал. На что он мне отвечает. Что-нибудь поинтереснее предложи мне. То есть он не готов был обменяться 3С3-4 на 3С3-8. Он хотел, чтобы я ему что-то дал поинтереснее, подороже. И я ему написал просто. Я тебя понял и все. Больше я с ним не общался. Больше я с ним не общался, потому что я понял, что это гнилой человек, который мне отдавать эти номера не будет. Он просто их словил и все. Хотя он прекрасно знал то, что это мои номера. Потому что он видел меня на Ношане. И он мне предлагал обмен. Я, получается, продавал GTR 3С3-4 за 50 миллионов. И он мне предложил обмен на BMW M6 с его доплатой. Но я ему отказал, потому что мне BMW M6 не понравилось, как она едет. Поэтому я просто взял ему и отказал. Возможно, он просто обиделся на то, что я ему отказал. Возможно, он бы отдал мне эти номера. В чем я сильно сомневаюсь. Но, видимо, его задело то, что я не захотел ему изначально обмен сделать на номера 3С3-4 на M6 с доплатой. И как бы он себе замутил мои номера 3С3-8, которые я выкупать не буду, пацаны. Он за эти номера хочет, получается, 60 миллионов. Но я, если бы у меня даже эти деньги были, я бы эти номера не выкупил. Потому что я принципиально больше не хочу иметь эти номера. Да, возможно, если мне их подарят, я их, конечно же, заберу. Но покупать у него я их не буду. Потому что он реально просто неправильно поступил. Потому что мы с ним еще общались в 2018 году. У меня есть переписка. У меня тогда был со-проект. И он мне хотел купить админку. Он прекрасно знает, кто я. Он прекрасно знал, что это мои номера. Но он поступил просто как плохой человек. Он бы мог, знаете, типа, написать, бля, Кирюха, типа, я свои номера словил туда-сюда. Нет, он просто по-тихому их словил, получается, и начал их продавать. И только тогда я узнал то, что именно он словил эти номера. Я не знаю, пацаны, вы можете, как бы, сами подумать, кто прав, кто виноват. Да, Глеб, конечно же, не прав. То, что он начал, как бы, фудить. То, что я эти номера переставляю. Но он просто написал, типа, ловите номера, реже три восьмерки. И потом, когда я слил на шахте машину, он начал фудить, типа, ловите номера. Да, он, конечно же, поступил неправильно. Но, как бы, он свое, как бы, получил. Он мне, получается, отдал свою машину. Из-за того, что он окосячил. Но, в любом случае, я думаю, понимаете, что то, что он окосячил, именно Глеб. Если бы Глеб не написал ничего в чат семьи, возможно, их бы не словили. Да, я уверен на сто процентов, что их бы не словили. Потому что я много раз переставлял номера. И никогда такого не было. Но Глеб решил пошутить. И эта шутка ему дорого обошлась. Я у него, получается, забрал Ешку с аудиосистемой и с именными номерами. Которая стоит, ну, примерно 40 миллионов. Да, я понимаю то, что я номера покупал за 60 миллионов. И, в любом случае, я ушел в минус. Но я просто понимал то, что Глеб мне эти деньги быстро не отдаст. А я уже хотел, как бы, уже сразу получить какую-то компенсацию. За то, что он так жестко пошутил. И из-за него я потерял номера. Поэтому я ему предложил, что он мне дает Ешку. И мы забываем про эту ситуацию. Так оно и получилось. Ешка сейчас у меня. Также хотел бы сказать большое спасибо Максиму Адигамову. Он же Америкос. Он мне продал свой Майбах. Ну, как продал, мы с ним просто обменялись. Я ему отдал Майбах на обычных номерах в тюнинге. Плюс доплата 5 миллионов. И он дал мне свой Майбах с номерами хер пятерки. Я ему очень благодарен, потому что мне эта тачка очень понравилась. Вроде бы, да, номера не фулл бат. Но они очень классные. Я реально катаюсь на этой Майбахе. Каждый день и просто кайфую. Просто Америкос хотел его продать, получается, за 30 миллионов. Ну, он реально столько стоит, как бы. Это очень хорошие номера. Это, конечно, не фулл бат. Но они реально тоже очень ценятся. Он хотел, получается, продать этот Майбах за 30 миллионов кому-то. И пойти в казино. Но я его встретил, получается, предложил ему обмен. Майбах плюс 5 миллионов на его Майбах. Ну, и он, в принципе, согласился. И вроде бы, как он еще бабосики в казике поднял. Что бы я еще хотел вам добавить насчет этой всей ситуации с номерами? Да, конечно же, в этой ситуации я тоже очень виноват. Потому что я мог бы подождать хотя бы несколько часов. Либо вообще на следующий день эти номера переставлять. Но я все-таки, как бы, не знаю, поспешил. И взял просто, попытался переставить номера. Хотя Глеб написал в это время то, что, как бы, эти номера слетают. И я должен был ожидать то, что люди ждут, чтобы ставить эти номера. Но, как бы, что случилось, то случилось. Да, конечно же, первый час, когда я потерял эти номера, я жестко бомбил, матерился. Но потом я, как бы, успокоился, понял, что это все-таки игра. И из-за игры портить себе нервы не имеет никакого вообще смысла. Насчет с Глебом, как бы, я, как бы, его ни в чем не виню. Мы уже, как бы, все уладили. Он мне отдал Ешку. Я, как бы, с ним ссориться из-за этого не буду. Но это игра, пацаны. Сейчас бы из-за машины игровой ссориться бы с человеком. Насчет этого человека, Крис Дэвис, который ссорил мои номера. Можете передавать ему привет в игре, если встретите. Также можете с ним связаться в ВКонтакте. Возможно, вы хотите с ним пообщаться. Все, как бы, есть на экране.